С пылу с жару румяные ароматные булки отправляются в путешествие по конвейеру. Новую автоматизированную линию производства в Самарском булочно-кондитерском комбинате запустили в прошлом году. Передовое оборудование хлеб печет практически само. Нет контакта человек с продукцией. К тому же в специальной установке булки не только охлаждают, но и стерилизуют. За счет этого срок хранения готовых изделий увеличивается до пяти дней. О тонкостях пекарского искусства и новых технологиях в производстве сотрудники завода рассказали главе администрации Самары Олегу Фурсову. 30 килограмм этому торту, вот они его должны забрать. Пищевая массива, да. А я подумал, что нет, нет. Здесь недобные. Нет, ну листочки-то, наверное, съедобные, да? Кроме 50 наименований хлебобулочных изделий, здесь выпускают слойки с дубой настоящие произведения кондитерского искусства. В каждом цехе чистота и порядок. По такому же принципу должен развиваться и город, отметил глава администрации на встрече с коллективом. Двигателем прогресса стала реформа местного самоуправления. Районные советы депутатов, которые жители выберут в сентябре, займутся решением вопросов локальных, а значит и эффективность работы повысится. Власть заинтересована в том, и областная, и городская, чтобы районные советы были сформированы из представителей трудовых коллективов. Только всем обществом мы можем изменить темпы развития города. Мы это должны обязательно сделать. Районные депутаты, всего в городе их будет 284, должны быть хорошо знакомы жителям. К примеру, на БКК в кандидаты планируют выдвинуть председателя правкома, зама главного инженера, который 15 лет трудится на предприятии и в районе известен как активный общественник. Сотрудники комбината уверены, новая система власти – это возвращение традиций ради движения вперед. Не первый год живу в Самаре, 10 лет в свое время работала в жилищной системе, как раз были именно такая система самоуправления. Когда в районах была власть, которая решала все на местах. Житель района или этого дома управления, он не доходил даже до района, до районной власти, а решал все на местах. А пока с вопросами насущными хлебопеки обращаются к главе администрации. Спрашивают, будет ли оплата транспортной карты доступна в маршрутках и когда оптимизируют движение общественного транспорта. От БКК до Беземянского рынка ничего не будет, ни маршрутки, ни троллейбса. Какие-нибудь будут изменения? Мы сейчас это все включим в поручение, проект поручения будет. Мы тогда посмотрим, какой там пассажиропоток, конечно, этот вопрос решим. Еще раз подчеркиваю, что в этом году 50 автобусов мы докупаем. В этом году городские власти уже закупили 82 новых автобуса. Такого обновления пассажирского автопарка не было больше 20 лет. Дальнейшее преобразование в областную столицу напрямую зависит от жителей, чье мнение станет основным не только на выборах, но и в дальнейшем процессе развития районов. Айгуза Ганшина, Марина Кравцова, Алексей Золотенков. События.